Всем привет! Меня зовут Юля, и сегодня я вам предлагаю посмотреть интервью с одной российской телеведущей. Её зовут Елена. Как я вам предлагаю сегодня поработать? Я вам задам вначале четыре вопроса к этому интервью, и вы посмотрите его без субтитров, без русских и без английских субтитров, и попытаетесь найти ответы на эти вопросы. Не переживайте, если вы их не найдёте. Позже будет видео с субтитрами. Попытайтесь снова найти ответы. Ну и в конце мы с вами разберём те слова и выражения, которые могут быть вам полезны и которые вы можете использовать каждый день. Итак, мои четыре вопроса. Во сколько героиня, Елена, стала звездой? Во сколько она стала телеведущей? Вопрос номер два. Сколько ей сейчас лет? Вопрос три. Где она работала, когда переехала в Москву? И вопрос номер четыре. Как отреагировали её родители на смену профессии? Итак, смотрим интервью. Лен, у тебя очень интересная мотивационная история. Ты решила пойти в школу Останкина и, так скажем, переквалифицироваться в 27 лет, а телеведущей и звездой ты уже стала во сколько там? В 34 где-то. Есть ли какие-то возрастные рамки? Нет вообще никаких рамок, тем более возрастных для того, чтобы что-то изменить в своей жизни, для того, чтобы влюбиться, для того, чтобы менять себя. Вот для всего в жизни, что есть, возраста не существует. Когда первые письма начались, девушки писали 35 плюс и говорили, Елена, спасибо вам большое за то, что вот вы транслируете, что можно в таком возрасте что-то изменить. Я говорила, в каком возрасте? Мне всего лишь 30 с чем-то. Мне сейчас 44 и я не чувствую возраста. Я уверяю, что человек, который любит жизнь, который любит то, чем он занимается, у которого прекрасная семья, который доволен собой, он будет чувствовать себя ребенком в 44, в 64. Возрастных рамок нет никаких. Я уже переехала в Москву и работала в Газпромовской структуре. Когда ты работаешь на работе, которая тебе не нравится, ты недоволен всем. Недоволен начальником, ты недоволен, что тебе нужно 8 утра быть на работе, почему тебе нужно выходить позже, ты недоволен большим количеством заданий от начальника и так далее. И твоя жизнь тускнеет. В тот момент, когда я поняла, что я перестала улыбаться и я перестала мечтать, я поняла, что мне нужно что-то делать со своей жизнью. И вот в тот момент, когда я поняла, что я не улыбаюсь, что у меня нет просто мечты, что мне не нравится моя жизнь, я сама с собой поговорила и поняла, что мне просто нужно менять профессию. Я родилась в советской семье. Мои родители всю жизнь своим примером мне показывали, как я должна жить. Восемь на работу, в пять с работы. Один раз в году отпуск, ты должна закончить школу, потом ты должна закончить университет. Фабула поведения жизненная, она была привита с детства. И вот представляешь, в какой-то момент я говорю, нет, мне это не подходит. Я увольняюсь со своего предприятия. Родители очень гордились, что я работаю в госпромской структуре. У меня нет средств существования, у меня съемная квартира. И я вот такими глазами говорю, я хочу работать на телевидении. Я хочу что-то сделать в своей жизни полезного. Я вообще считаю, что если посредством своей работы ты изменил жизнь в лучшую сторону хотя бы одного человека, ты работаешь не зря. И вот в какой-то момент я лишь принимаю это решение, увольняюсь. И, конечно, мне было страшно, потому что я не понимала, куда я иду. Казалось, что я делаю шаг в пропасть. Мои родители были в шоке. Все вокруг мне говорили, что на телевидении туда берут только своих. Ты обязательно должен или с кем-то переспать, или у тебя должны быть знакомые, или, я не знаю, кто-то заплатить должен. Шаг за шагом. Я закончила школу Останкина. Я прошла все стадии. От помощника, младшего редактора, редактора, потом шеф-редактор, потом продюсера, потом у меня уже производящая собственная компания. И в целом уже тогда, когда я занималась любимым делом, у меня все сложилось. Я поняла, что я счастливый человек. Я могу сравнить то время, когда я работала, даже если сравнить в Газпромовской структуре, когда меня просто просили на час задержаться, я была ужасно недовольна. Я говорю, зачем мне задерживать, это можно сделать завтра. И потом, когда я работала в Останкино, и уже в три часа ночи я сижу, монтирую какой-то фильм, и мне там из дома звонят, говорят, Лен, ты где? Я говорю, да-да-да, сейчас еще одну минутку, сейчас я вот сделаю, чтобы все было идеально. Это вот как раз сравнение, когда ты занимаешься делом нелюбимым и любимым делом. То есть ты по-другому работаешь, у тебя другая мотивация, тебе хочется быть лучше, лучшей версией из себя, ты хочешь сделать так, чтобы все было идеально. Надеюсь, видео оказалось не очень для вас сложным, но сейчас давайте посмотрим то же самое интервью, но уже с субтитрами, и продолжайте искать ответы на эти вопросы. Лен, у тебя очень интересная мотивационная история. Ты решила пойти в школу Останкино и, так скажем, переквалифицироваться в 27 лет, а телеведущей и звездой ты уже стала во сколько там, в 34 где-то. Есть ли какие-то возрастные рамки? Нет вообще никаких рамок, тем более возрастных для того, чтобы что-то изменить в своей жизни, для того, чтобы влюбиться, для того, чтобы менять себя. Вот для всего в жизни, что есть, возраста не существует. Когда первые письма начались, девушки писали 35+, и говорили, Елена, спасибо вам большое за то, что вот вы транслируете, что можно в таком возрасте что-то изменить. Я говорила, в каком возрасте? Мне всего лишь 30 с чем-то. Мне сейчас 44, и я не чувствую возраста, я уверяю, что человек, который любит жизнь, который любит то, чем он занимается, у которого прекрасная семья, который доволен собой, он будет чувствовать себя ребенком в 44, в 64. Возрастных рамок нет никаких. Я уже переехала в Москву и работала в «Газпромовской структуре». Когда ты работаешь на работе, которая тебе не нравится, ты недоволен всем. Недоволен начальником, ты недоволен, что тебе нужно в 8 утра быть на работе, почему тебе нужно выходить позже, ты недоволен большим количеством заданий от начальника и так далее. И твоя жизнь тускнеет. В тот момент, когда я поняла, что я перестала улыбаться, и я перестала мечтать, я поняла, что мне нужно что-то делать со своей жизнью. И вот в тот момент, когда я поняла, что я не улыбаюсь, что у меня нет просто мечты, что мне не нравится моя жизнь, я сама с собой поговорила и поняла, что мне просто нужно менять профессию. Я родилась в советской семье. Мои родители всю жизнь своим примером мне показывали, как я должна жить. Восемь на работу, в пять с работы. Один раз в году отпуск, ты должна закончить школу, потом ты должна закончить университет. Фабула поведения жизненная, она была привита с детства. И вот представляешь, какой это момент, я говорю, нет, мне это не подходит. Я увольняюсь со своего предприятия. Родители очень гордились, что я работаю в «Газпромской» структуре. У меня нет средств существования, у меня съемная квартира. И я вот такими глазами говорю, я хочу работать на телевидении. Я хочу что-то сделать в своей жизни полезного. Я вообще считаю, что если посредством своей работы ты изменил жизнь в лучшую сторону хотя бы одного человека, ты работаешь не зря. И вот в какой-то момент я лишь принимаю это решение, увольняюсь. И, конечно, мне было страшно, потому что я не понимала, куда я иду. Казалось, что я делаю шаг в пропасть. Мои родители были в шоке. Все вокруг мне говорили, что на телевидении туда берут только своих. Ты обязательно должен или с кем-то переспать, или у тебя должны быть знакомые, или, я не знаю, кто-то заплатить должен. Шаг за шагом. Я закончила школу Останкина. Я прошла все стадии. От помощника, младшего редактора, редактора, потом шеф-редактор, потом продюсера, потом у меня уже производящая собственная компания. И в целом уже тогда, когда я занималась любимым делом, у меня все сложилось. Я поняла, что я счастливый человек. Я могу сравнить то время, когда я работала, ну, даже если сравнить в «Газпромовской» структуре, когда меня просто просили на час задержаться, я была ужасно недовольна. Я говорю, зачем мне задерживать, это можно сделать завтра. И потом, когда я работала в Останкино, и уже в три часа ночи я сижу, монтирую какой-то фильм, и мне там из дома звонят, говорят, Лен, ты где? Я говорю, да-да-да, сейчас еще одну минутку, сейчас я вот сделаю, чтобы все было идеально. Это вот как раз сравнение, когда ты занимаешься делом нелюбимым и любимым делом. То есть ты по-другому работаешь, у тебя другая мотивация, тебе хочется быть лучше, лучшей версией из себя, ты хочешь сделать так, чтобы все было идеально. Итак, в начале ответы на вопросы. Во сколько она стала звездой, телеведущей? В тридцать четыре года. Сколько ей сейчас лет? Сорок четыре. Где она работала, когда переехала в Москву? В «Газпромовской» структуре. И как отреагировали ее родители на смену профессии? Они были в шоке. А сейчас давайте рассмотрим некоторые полезные слова. Очень полезное выражение. Он доволен, она довольна, мы довольны. Плюс существительное в творительном падеже. Например, я довольна своей работой. Я довольна своей жизнью или собой. Можно использовать в противоположном значении. Он недоволен своей жизнью. Мы недовольны всем. Тускнеть. Например, как здесь жизнь тускнеет. Либо можно сказать, глаза тускнеют. То есть теряется интерес, ты становишься грустным. Либо можно сказать, она была очень популярна раньше. Но потом ее слава потускнела. То есть стала менее популярной. Тускнеть. Потускнеть. Заканчивать. Закончить. Наверное, вы знаете этот глагол. Он говорит о том, что вы прекращаете какое-то действие. Например, я закончил читать эту книгу. Или я закончил смотреть этот фильм. Но этот глагол мы также используем, когда говорим, что вы прекращаете учиться в каком-то учебном заведении. Например, я закончила школу в 2006 году. Или когда я закончу университет, я буду работать в больнице. А подходить, подойти. Этот глагол движения мы используем, когда мы приближаемся к чему-то. Например, мы решили подойти к музею и сфотографироваться с ним. То есть вот музей, и вы подходите к музею. Вы приближаетесь к нему. Но этот глагол мы также используем в переносном значении. Например, мне не подходит это платье. Не подходит оно мне. Может быть оно большое. Может быть слишком узкое. Может быть свет мне не подходит. Или, как в этом интервью, этот образ жизни, эта жизнь, эта работа мне не подходит. Снимать, снять. У этого глагола есть куча разных значений. Можно снимать одежду. Можно снимать видео. Но, как здесь, героиня говорит, что она снимала квартиру. Она жила в съемной квартире. Принимать, принять. У этого глагола тоже очень много значений. Принимать приглашение на свадьбу. Принимать лекарства. Или принимать решения. Как в английском. И очень много студентов делают эту ошибку. Говорят, делать решение. Как в английском, make. Но нет. Мы не делаем решение. Мы принимаем решение. Например, я приняла решение. Уволиться. Переспать. Переспать. У этого глагола есть два основных значения. Ну, первое значение основное. Переспать значит слишком много поспать. Когда, знаете, вы поспали десять часов, вы просыпаетесь, и у вас болит голова. Вы переспали. Второе значение очень разговорное, но часто используемое. Переспать с кем-то. Например, Таня на вечеринке переспала с Колей. Это значит, что у них была интимная связь. А заниматься, заняться, например, плюс творительный падеж. Заниматься спортом, или как здесь, заниматься любимым делом. Или заниматься нелюбимым делом. Творительный падеж. И последний на сегодня глагол переезжать, переехать. Можно переехать в другую страну. В другую страну винительный падеж. Можно переехать в другую квартиру. Когда вы меняете вашу локацию, вы переезжаете. На этом все. Надеюсь, это видео было очень полезным. Если у вас есть вопросы, пишите. И до скорых встреч. Пока-пока.